Кланяюсь народу своему, русскому, мы-то люди, россияне, что это простые, где-то можем и что-то починить, где-то гвоздь забить, засеять, запаять, а я собственно и есть царь российский, князь литовский, он же князь тевтонский, он же князь новгородский, в общем царь всей Руси, Кузьма Рюрикович, очень рад вас приветствовать на очередной серии летсплеев по замечательной игре Европе Универсалис. Мы продолжаем наше российское путешествие по великолепным землям планеты, царь некоторое время отсутствовал, отдыхал в Дубаях, не мог пока, так сказать, страной поправить, но отдохнул, вернулся с новыми силами и мы, наконец, продолжаем эту знаменательную серию по игре Европа Универсалис. Привет, прошу называть меня в полном, так сказать, перечислении всех титулов, то есть князь российский, князь литовский, князь тевтонский, князь новгородский. Кузьма Рюрикович, при обращении ко мне в комментариях, небольшой политический, так сказать, обзор, что у нас имеется на данный момент. Итак, как всегда смотрим на дела в Европе. Дания, Швеция, Норвегия. Скандинавия, сложный регион, который будет впоследствии очень тяжело захватывать, если мы не успеем отхватить как можно больше российских земель, или, как я это называю, вернуть к себе обратно. Я вообще считаю, что я миротворец, а не какой-то там агрессивный человек. Итак, Дания, Норвегия, Швеция. Как всегда, обладают двумя униатами. Это Швеция, у которых желание свобод 34,9, и у Норвегии, у которых желание свобод 0. Поэтому на Норвегию мы даже не смотрим как своего потенциального союзника. Швеция потенциальный обладатель нужными нам землями. Есть несколько вариантов, что мы можем делать. Мы можем ждать желание свобод 50% и поддержать революцию против Дании и Норвегии. Или мы можем дождаться этой революционной войны, не поддерживая Швецию, и напасть на Швецию во время тяжелого политического кризиса. Есть, конечно, момент, что она точно не сделает революцию, если ее не будут поддерживать другие европейские страны. И при нападении на Швецию мы сможем отхватить нихуевую такую европейскую коалицию. В любом случае, скандинавский регион пока трогать не будем. Пока в этом нет никакой необходимости. Это нас не интересует. Англия до сих пор, как я понимаю, является младшим униатом Португалии. Желание свобод 100 поддерживает независимость Тунис. Соответственно, в скором времени будет кровопролитная война. Я это предчувствую. Но то, что ее сдерживает Португалия, являясь ее главным, так сказать, лидером в унии, не дает развиваться Франции, нашему потенциальному врагу. Другая угроза. Бранденбург. Бранденбург очень сильно сыграл. Обратите внимание, сколько Бранденбург отхватил земель. Их очень много. Это одна из самых сильных стран в игре. У нее очень хорошая армия. И эта армия будет пытаться идти на наши земли. Позволим ли мы это сделать? Черт и зло, пока я сижу на своем троне. Литва и Польша полностью разгромлены. Они не представляют никакой опасности. И наши воззрения идут на орды. Крым, Казань, Большая Орда, Нагайцы. Итак, я считаю, что нам нужно выбрать нашего потенциального соперника, на кого мы будем нападать. Я-то, конечно, считаю, что надо захватить Крым. Потому что Крым в скором времени может стать маркой Османа. Это не совсем вассал, но все равно находится в полном подчинении Османской империи. И, значит, Осман будет за него воевать. Этого нельзя допустить. Нужно захватить Крым раньше. Казань интересный вариант для нападения. Потому что у Казани есть одна золото провинчатая. Вот она, вот она, блядь. Я же говорю, что есть одно золото, блядь. Вот она. Одна золотая провинция, которая очень сильно может бустануть нашу экономику и помочь. Но союз с Крымом и с Узбеком делает это небольшое проблематичное завоевание. В любом случае будем уже подводить войска к этим границам, так сказать. Потому что война может начаться в любой момент. Мы просто будем ждать подходящего случая. Небольшой политический обзор мы совершили. И, кстати говоря, меня в комментах поправляли, что я путаю Ивана Грозного с другим правителем. В Романовых более-менее что-то там ли мэ-мэ-мэ. Там Михаил Романов, Алексей Романов, потом вся эта Петр Елизавета, все эти Екатерины Первые, Екатерины Вторые, Павлы Вторые, Павлы Вторые, Петр Вторые, Петры Третий, Александр Первый, Александр Второй, Александр Третий, Николай Первый, Николай Второй. Ну и все такое. Я более-менее разбираюсь вот у Романовых. Но, Рюриковичи, для меня это такая отдаленная история. Я могу ошибаться, поэтому не обессудьте. Казань объявили войну Большой Орде. Большая Орда в союзе с Газикумухом. Блядь, это плохо. Сейчас Казань еще сильнее расширится. Надо было самим объявлять войну, блядь, Большой Орде. Я протупил, блядь. Ладно, что у нас с Литвой? Перемирие пока что. Но я бы, на самом деле, свою экспансию не двигал, на самом деле, в это направление. Потому что, если мы будем дальше двигать и агрессивно себя вести в этом направлении, вот все эти европейские лордики захотят коалиции собрать исполнение указов. Монархи управляли стороной, сдавая указы, но они были почти бессильны за союзовых поддонов исполнять это распоряжение. Всех, кто не исполняет распоряжение, казнить! Мой царский указ. Исполнение законов целиком зависело от местных властей, которые не всегда были настолько исполнительны, как того хотелось монарх. Да похуй, пусть автономия повысится. Административные в очки на данный момент важнее намного автономии. Автономии успеют упасть, блядь, земель будет много. Байбай, блядь, отдаем автономию, чтобы не восставали. Потом автономия спадет и уже всем будет похуй, блядь, что там будет происходить, это мой монаршеский царский указ, йоу. Мне еще сказали, что нужно учредить в землях метрополию. Это, кстати говоря, очень хорошо, что мне подсказали. Нужно учредить метрополию, от этого будет расти авторитет патриарх. Учреджаем метрополию, все прекрасно. Так, здесь мы не можем учредить, учредя. Так, содержание владений плюс дей. Похуй, у нас денег полно, блядь, тратим все на церковь, церковь приносит деньги. Кстати говоря, у нас достаточно много денег в казне, нужно их использовать. И я считаю, что деньги, которые есть в казне, можно потратить несколько вариантов. Можно потратить на армию, чтобы увеличить число рекрутов, у нас проблемы с рекрутом медленно восстанавливаются. Также можно потратить деньги на храмы, это хорошо, это богоугодно. Строим несколько храмов. В Рязани, во Владимире, в Латуре, Можайске, Юрьев, Старобол. Всем здраво, здраво, радости, удачи, ура, ура, ура. Так, и еще построим несколько армейских домиков, чтобы увеличить число. Ебать, не, 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 че-то я разошелся, че-то я разошелся, друзья. Давайте-ка поскромнее распоряжаться финансами, я тоже без денег касаться не хочу. Учитывая, что войны у нас не предполагаются в ближайшие несколько лет. Соответственно, у нас и денег нужно поэкономнее. Две церкви, три казармы, достаточно. Ждать, смотри, снижение спроса на драпировки. Провинция Кострома уже привыкли жить за счет продажи драпировок. Но совсем недавно они были вынуждены снизить свои цены. Но это прискорбно, прискорбно, блядь. Цены должны быть максимально большими. Слушайте, я вот думаю, может вообще хуй забить и напасть на Крым. Ну, че там, Казань? Сколько у Казани войск? Ну, просто посмотрим. Строго с чаем сегодня, друзья, строго с чаем. Не одобряет царь алкоголизм. Алкоголизм мы весь истребим. Строго с чаем, друзья, пейте чай. У Казани 19 тысяч войск. Блядь, такая война опасная, я не хочу рисковать. А у Крыма сколько? Блядь, а у Крыма 9 тысяч войск. Ну, вообще не так вот ссыкотно. Может напасть, а у них еще кто в союзе находится? Дулкадериды, Дулкадериды где? А где они вообще, эти Дулкадериды? Так, может я их просто не открыл, еще не есть. Блядь, а еще Дулкадеридами сражаться. А сколько у них войск? Ага, 7 тысяч войск. Можно, конечно, устроить войну. А мы опережаем их военных технологиях? Так мы опережаем их военных технологиях. Есть этот, на дисциплину у нас советник. Слушайте, балдежно, а в пизду. Устрою опасную войну, но отхвачу все земли. Так, ну война это очень опасно, нужно понимать. Потому что восстание, ле фо-мофо, такого позволить себе нельзя. Нужно аккуратно действовать. Во-первых, нужно понять, что у нас по командующим. У нас 50 военных традиций, а мы отстаем. В военных технологиях тоже отстаем. Так, ну вообще можно убрать на дипломатическую репутацию. А, нет, мы присоединяем вассалы, пусть будет. Национальные беспорядки, пусть будет. Ладно, генералы у нас в принципе есть. Так, в Крым не обязательно очень много войск оставлять. Разделим этот отряд, отошлем в Казань. В Казани будет немножко посложнее. Крым нужно главное быстро захватить, чтобы не успели, блять, армии подвезти Казань. Чтобы нас не ловили. Я думаю, что если мы сейчас грамотно поступим, война будет быстрой и очень, так сказать, приятной. Любит царь воспользоваться услугами время от времени и его хорошими друзьями из компании OneX. Славится компанией OneX, высоким профессионализмом сотрудников, быстрой и качественной работой. И что самое главное, широчайшей линией. А по моему царскому промокоду, который вы можете обнаружить на экране, вы можете получить бонус до 6500 рублей. Всю подробную информацию ищите в комментариях под этим роликом. Так, что это? Можно использовать российские способности, поднять стрельцов. Вы сможете поднять стрельцов, снизить свою военную усталость. Наверное, мне также столица будет призвана. Бля, можно стрельцов призвать, у нас будет намного больше армии. Но это опора на эти повысит стоимость стабильности на 34. Бля, ну тоже не хочу, чтобы стабильность... Не, ладно, пока в стрельцах... Что это за чудо такое правое? Вейп, неужели, да? Не видели мы это в наших русских землях-то никогда? Чудо технологии! Будет царь вейп курить, захотелось ему. У нас есть несколько хороших генералов. Да мы их выбьем! А что мы с им, бля? Устроим завоевание Крыма, точнее возвращение. В 1481 году, бля. Царский указ. Блядь, вейп упал, надо осторожнее только быть немножко. Разделим эту армию вот так вот, оставим командующего здесь еще. Слушайте, а не, не, мы даже умнее сделаем, мы умнее сделаем. Казань даже не поймет, что случилось. Мы просто, просто сделаем немножко вот так вот. А вот этот отряд пошлем Казани. Куда она поедет? Куда идет Казань? Куда идет Казань? Что это такое? Это несерьезно. Идет добивать остатки армии, но мы их встретим. У земли в большой орды. Этим отрядом будем захватывать Казань. Ну там ковровые бомбардировки устроим. Война должна получиться... Блядь. Вы посмотрите, этот отряд стоит прямо здесь. А что у них? У них дохуище кавалерии. Я не знаю, как у Казани в бонусе атаки кавалерии. Возможно, это может сыграть с нами злую шутку. Очень опасно. Но у нас кавалерии больше. У нас технологии больше. Да поебать, нападаем. Объявить войну. Мансур, завоевание. Вперед, вперед, вперед. Ура, ура, ура. Так, все. Началась война. Сейчас нужно быть осторожным. Военный налог. Деньги есть. Можно пока без военного налога обойтись. Отжимаем паузу. Просим проход войск у Большой Орды. Сначала пойдем, конечно же, этим отрядом. Так, так, так. Все, Большая Орда сейчас нам даст проход войск. Она обязательно даст. Так, ребята, момент истины. Штраф будет, конечно, к нападению. А почему? Почему штраф-то? В степи. Потому что штраф. Ну ладно, похуй, блядь. Нападаем мне поебать. О, что это такое убегает? А, не успели. А что это такое? Я что? Я полностью разъебал всю армию Казани. Честно сказать, друзья, не знаю, как это работает. Но так получилось. Киевские сепаратисты. Ебать, ребята. Неужели Киев отдельно будет? И нам еще придется Киев делать. Господи, этими видео, дорогие друзья, я запрещаю себе въезд во многие страны. Но это вы сами видите. Они сами у вас. Киевские сепаратисты. Сейчас они объявят о независимости. Литва не сможет эти восстания подавить никак. Не, ну мы тоже не дадим, конечно, Киеву эту землю. Можно, в принципе, одну земельку-то отдать. Так, все, идем нападением. Одну земельку-то этим киевским восставшим отдать, чтобы потом просто забрать его себе. Вернуть домой, не забрать себе, вернуть домой. Возвращение на родину. Что, а что такого? Ну, люди сами сказали, хотим вернуться обратно в царство российское. А я что, виноват? Я что, буду препятствовать? Конечно, не буду возвращать ребятишки сколько угодно, когда хотите. Так, все, теперь идет осада Крыма. Это очень будет тяжело, потому что у них сильная крепость. Стоп, 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 стоп. Что происходит? Не иди киевским сепаратистам. Иди сюда лучше. Так, ну они, кстати говоря, много земель хотят взять. А я даже не знаю, так, регионы давайте посмотрим. Так, а где, 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 где Киев-то, блядь? Не, не могу понять последовательность, куда дальше киевляне-то пойдут. Ну вот это все... Ааа, они это все захотят захватить. С другой стороны, они не пойдут на эту землю, они... Это наша земля, так что они дальше, наверное, двинутся в нашу сторону. Ладно, посмотрим, чем закончится. Ладно, указаний войск нету, поэтому я думаю, что мы просто будем отправлять на ковровые бомбардировки эти провинции. А этим отрядом будем вылавливать остаток армии Крымской и армии Дулкаридов. Впервые слушаю это слово. Извиняюсь перед Полоцком. 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 Не знаю, как ударение правильно делается в вашем городе. Я дико извиняюсь. Если кого-то это задело, дико извиняюсь. Поэтому я могу тут некоторые страны произносить. Я знаю только одно, как правильно произносить название. Это Россия, блядь. Начинается на Р, кончается на Я. Россия. Две С, не забываем писать. О между Р и двумя С. И между двумя С и Я. Россия. Прекрасная страна. Ура, ура, ура. Мы захватили провинцию. Итак, друзья. Война идет пока полным ходом. Киевские сепаратисты пересекли со стороны державы Литвы и вторглись. Да, сада будет долгое, дорогие друзья. Но ладно, ничего страшного. Надеюсь, мы сможем. Вот этот крымский отряд идет. Идет крымский отряд. Значит, этим войском мы должны перехватить этот отряд. Ага. Соединяем тогда эти армии вместе. Соединяем их лучше в Воронеже. Легче будет идти. Главное, чтобы они не пошли дальше на наши казанские завладения. О, армия Казани еще восстановилась. Ребята, чувствую, жареным пахнет. Ох, ох, ох. Мне, кстати говоря, в комментах писали, что типа вот Кузьма, Москву типа играть несложно. Не понимают, в чем сложность игры за Москву. У него очень удачное положение. Друзья, я, конечно, понимаю, что мне сложно играть в московском регионе. Кому-то может просто. Но я считаю, что вот то, что нужно перекрещивать, будет в дальнейшем вот все эти провинции. И то, что есть мощная Польша, Литва, мощная Дания, Швеция, Норвегия на границах с тобой, это довольно тяжелое положение у страны. У Франции лафовое положение. Франция в этой игре ебет всех. Это самая сильная страна. Осман им тут даже говорить нечего. Англия вообще, блять, на нее никогда в жизни никто не нападет. Она на этом острове ебаном оккупировалась. Никто туда приплыть не может. Только приплывают, нахуй. Они войска сразу границам подводят. Я как реально батя пьяный на кухне объясняю политику. Они подводят войска границам, блять, и эти армии перехватывают. Кастилья, Португалия, это вообще самые простые страны в игре. Непростые, может, в управлении, хотя тоже простые. Но вот именно в положении военному элементарные. На них вообще никто не упадет. А Кастилья чаще всего еще Урагон падает в Унию личную. А если падает Урагон, то это еще не Аполь. У Кастильи, блять, со старта, нахуй, вся Иберия, весь северный, северная Италия вся. Конечно, есть африканские племена, есть всякие эти манджурские племена, у которых тоже не очень бедственное положение, а очень лафовое. Всякие индийские племена, у них бедственное положение. Но я так говорю про цивилизованный мир-то, блять, про Европу. У них вот из всей Европы у Москвы тяжелое положение, не самое простое. Я бы новичку не рекомендовал управлять Москвой. Ничего бы у вас, блять, не получится, если вы играете в первый раз. Берите Францию, Кастилью, Османов, нахуй вам эта Москва на данный момент. Потом, когда вы уже будете чуть получше, берите Москву и бите всех, блять, Москвой. Мы перехватываем, что у них по отрядам. В принципе, вот так вот еще подмогу сделаем. Перехватываем крымскую армию, 10 тысяч войск. Они успели убежать. Мы перехватываем их с другой стороны. Ага, идут на меня. Ёбаный в рот. Семитысячный отряд долгаринов. А что же можно сделать? Что же можно сделать? Я знаю, что можно сделать. Небольшая военная хитрость. Мы оставим, короче, осаду одного войска, просто чтобы они не могли создавать войск. И посылаем... Успеем, не успеем? Блять, мы не успеваем, нихуя. Блять, меня армии все перегибают. Все быстрее меня двигаются. Блять, потеряли армию. Плохо, плохо, друзья. Очень плохо. Так, ладно, идите осаждать и этим догоняйте эту армию. Мы этим будем догонять крымскую армию. Так, из Елиц идут в АКУ. Давайте поймаем. Йес. Опа-па-па-па-па. Поймали. Поймали этого негодника крымского. Ой, поймали. Так, мы сейчас уничтожим дулкаридов. Па-па-па-па-па. Так, крымский отряд уничтожили, но тоже потеряли войско. Это очень плохо. У нас нету рекрутов, я не знаю, чем воевать. Может, можно, может, можно призвать... Тогда можно ополчение поднять. О-о-ох, только через 24 года поднять ополчение можно. Что же можно сделать? Может, стрельцов призвать? Похуй, призываем стрельцов. Ребята, блядь, работайте. Уничтожим в конце войны. Слишком много будут жрать. Это будет очень такая непростая война. Не на полном чиле или, как я еще говорю, чил-ауте. Она будет стоить того. Мы захватим очень много земель. И потом мы, конечно, будем просто отдыхать. Да, потому что войск я, конечно, терять тоже не хочу. Этими отрядами соединяемся с этой основной армией. Дулкадериди. Э-э-э, дулкадериды, дулкадериды быстро отлетают достаточно. Отлично. Они идут на минус морали еще в провинцию какую-то неосажденную. Где мы их, собственно, и поймали. Слушайте, а Крым-то все сейчас ореть. Все на ему войну еще... А, нет, подождите. А куда Венгрия-то идет? С кем Венгрия воюет? С Молдавией. А что венгерские войска делают в крымских землях, если вы воюете с Молдавией? Молдавия вот рядом с ними. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Молдавия прямо тут, рядом. Ну хуя вы идете в крымские земли? Что-то замышляют они неладное. Мне это не нравится. Ой, как не нравится, дорогие друзья. Нельзя доверять европейским князям. Они, блядь, только ждут, когда я бдительность потеряю, блядь. И ударить мне прямо в земли литовские. Не позволим мы это сделать. Укрепим армию. Ладно, надо быстро войну это завершать. Я чувствую, пахнет жареным. Очень опасно может быть. Почти осадили Казанскую столицу. А вот этими армиями будем вот эти армии перехватывать. Казанские, которые хотят делать ковровые бомбардировки в обход нас. Эта армия идет дальше преследовать Крым. Значит, этими армиями мы идем преследовать Дулкадириды. Так, крымские войска еще воюют с Большой Ордой. Блядь, опять киевские сепаратисты вторглись в мои земли. Вот, Крым, блядь, все, захватывайте. А то мы обратно вернем ваши земли к нам. Но сейчас отстань. Не трогайте меня. Не надо меня трогать, когда я болею гриппом. Так, отхватываем эти земли. Идем в Краков, идем в Бахмут, идем в Кузул. Есть такое в Крыму, Кузул Яр. Впервые слышу. Так, нельзя оставлять армию ни в коем случае, друзья. Максимальное сосредоточение. Давайте пока посмотрим, что мы можем в итоге в этой войне приобрести. Бля, ну конечно, там денег много. Денег возьмем обязательно. Или земель побольше взять. Даже не знаю. Но вот эти провинции лучше взять. У нас будет выход к другим странам, к узбекам. Мы будем их завоевывать. Их намного проще будет завоевать. Плюс Ногайская орда, которая союзниками или без, которая... Бех, пас, бех. Пас, у них один союзник очень слабый. Да, это идеально будет наша следующая цель завоевания. Вот, и деньги нам в принципе нужны. Потому что я, честно сказать, не знаю, как сейчас нам денег добыть. Только военными путями. В принципе, захватить-то мы их успеем. Че же я, я не отменил. Ой, бля, ребята, тяжело. Или стоп, нормально. Нормально, нормально. Добили долго диригидов. И идем добивать крымский отряд. Ребят, ну, я считаю, что все в огне. Мы сеем самые настоящие миротворческие настроения. Люди просто будут счастливы. Люди просто будут рады вернуться обратно домой, так сказать. Если вы понимаете, о чем я. Казанская столица почти что захвачена. Азараба. Маджар. Все это завоевываем. Все это завоевываем. Так, а этим будем дальше пенять. Ну, смотрите. Они увели все армии из земель. Они хотят идти, так сказать, ход конем совершить. И пойти на мою столицу. Кстати говоря, много крепостей лишних. Но уберу их после войны. Потому что из-за них у меня экономика и проседает, на самом деле. Крепостей очень много жрут. Мне столько много их не нужно. Кстати, еще Псков присоединяется. Ох, хочется, братья, обмазываться этими землями. Их так много. Я такой, я скоро стану императором. О, я на втором месте в списке великих держав. О, господи, османы меня отстают. И Франция, и Португаль все отстают. О, я такой великий, я такой классный. Все идет с вами чередом. Следующая цель. Кстати говоря, у нас с Ригой перемирие. Ого, блядь. Вы посмотрите, у Риги в Союзе 4. Мазовия, Бремия, Гамбург, Помирание. Если мы нападем на эту землю. Против нас добрая часть Европейской Священной Римской Империи, блядь, склупнется. Что не очень хорошо. Поэтому Рига пока остается в своих границах. После мы их с радостью примем. Лучезарных, так сказать, границах нашего государства. А мне нравятся Ришицы. Хорошие ребята. Ликей, Лего, Лего. Так, все, мы выиграли. Мы выиграли осаду Казани. Теперь мы остаток Казани будем захватывать. Захватим Пермь обязательно. Кстати говоря, я протупил. Надо было Пермь чуть попозже присоединить. Потому что, видите, у них сама Пермь, город, находится во владении Казани. Надо было присоединить к Перме вот эту провинцию и уже потом присоединять. Я что, протупил? Ну ладно, ничего страшного. Кто у нас помер? Какой генерал? Кто разрешил умирать? Я не разрешал, не разрешал умирать. Хороший генерал умер. Неплохой какой-то умер, блядь. Плохо, плохо. Так, перехватываем. Хопа! Уничтожили Казанский отряд. Идем дальше. Не позволяем им захватывать. Они, блядь, хотят у меня земли отхватить. И встречаем в Брянске 7000-й крымский отряд. Последнее их войско, которое я думаю, что мы, в принципе, скорее всего, уничтожим за раз. Почти захватили, собственно, Крым. Я даже не знаю, полностью ли присоединять Крым или... Ну, посмотрим, сколько можно всего из него вывести. Что захватили? Кто захватил? А, это наши васалы. Молодцы. Кто захватил? Ярославль. Ярославлю награду дайте. Хороший помощник. Он знает, как правильно все делать. Бля, ну мой этот крымский от... Чего у него? На маневренность генерала? Я не понимаю, почему нет? Почему крымский отряд двигает быстрее наших войск? Я просто понять не могу. Не можем никакого подловить. Савичку за испуг сделай. Вообще ходят, ходят у нас, да, по землям российски. А че ж ничего не захватываете? Я ж не всей армией за вами бегу, блядь, огромными отрядами. Маленькими на перехвате. Здесь произойдет финальное сражение. Анатомический театр. Местные ценители в городе Беждецк начали выкупать свежие трупы для изучения за большие деньги. Лекари используют их, чтобы расширить и задокументировать знания о человеческом теле во благо всего человечества. Однако, углубление познаний в анатомии не слишком-то впечатляет местных жителей. Жители, что поутру обнаруживают могилы своих недавно почистших родственников разрытыми. Че за жесть? Назеление города Беждецк требует, чтобы мы пересекли эти ужасные опыты и остановили расхитителей могил. Так, ограничить деятельность лекарной инновационность. Местные беспорядки. Ох, наука или мой любимый народ? Инновационность у нас на нуле. Эта инновационность в один нам даст 1% скидки к технологиям. Пизду ученых. Народ беспокоен. Значит, придем на помощь простому народу. Нам наука не нужна, если она обижает простых жителей России, блядь. Все, ограничить деятельность лекарей. Никаких лекарств не изобретем. Не надо это. Будем захватывать и там брать в лекарства. Не надо нам это делать. Трупы, что это, какие-то страсти-мордасти. Гусь, мы на НТВ, блядь, каждый день, блядь, смотреть, что ли? Я не хочу, надоело, блядь. Все, друзья. Крымская экспансия прошла благополучно. Казанская экспансия прошла благополучно. Остались мелкие отряды, которые хотят, я не знаю, быть самыми умными и меня обмануть как-то, гонять по стране. Но строители, правители не будут. Так, но тут проблема в том, что у нас хоть и стопроцентный счет, но из того, что есть еще Долгодериды. Долгодериды? Долгодериды, Долгодериды, Долгодериды. Наверное, Долгодериды, не знаю. Военный счет очень маленький, потому что мы не захватили ни одну... Наши вассалы захватывают. Нормально, выведем Долгодериды по мирному договору, ничего с них не потребовало. И все будет чики-бам-бань. Все, добиваем оставшиеся крымские войска. Друзья, почти прошла крымская осада, собственно, самого Крыма. Мы почти его полностью захватили. Казань тоже захватили. Наши вассалы захватывают Долгодериды. У них еще одна война. Я думаю, что они сейчас сами согласятся на Белый мир. Ждем, пока вассал захватит их крепость. Они сами согласятся на Белый мир. Мы сможем как можно больше земель присоединить. Ох, 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 казанские войска, казанские войска. Блядь, киевские сепаратисты. А у нас генерала нету на этой армии. Ё-моё, что же я сделал-то такого? Не, ну мы отбили этот отряд. Ну нахуй мы его отбили? Ох, вот я дурачок не отвел. Так, ладно, ничего страшного. Более стрельцы теперь они не нужны. Все, ребята справились со своей стратегической задачей. Отбили сепаратистов, блядь. В России нету сепаратистов. Блядь, опять Швеция фу приходит против нас претензии. Швеция, твою независимость никто не поддерживает. Я, возможно, единственный царь, который поддержит твою независимость. А потом подло ударит спину. Но так или иначе, цени союзников и не поворачивайся к ним, жопы, Швеция, ёл. Тогда вот этим двухтысячным отрядом отвоюем. Думаю, они независимость объявят. Дорогие друзья, Крым официально наш. Паша Гим. Так, стоп-стоп, долго диридиды. А, похуй, подождем, денег у них отнимем. Все, друзья, 94% счет. У них осталось всего 2000 войск. Казань полностью захвачена. Мы берем все эти земли. Наверное, чтобы свою экономику не губить, мы пока уничтожим крепости, которые нам в любом случае не пригодятся. В принципе, тут тоже потому, что у нас в любом случае угрозы от Литвы нет никакой. Да, тут тоже. А с кем Литва в союзе? Слушай, все отлично. Литва еще ни с кем не в союзе. И мы, видно, доведим ее в скором времени. Скоро будет у нас несколько крепостей. Все эти крепости ни к чему. Оставим, наверное, тут и уничтожим крепость. В Новгороде тоже она не нужна никак. Все, прекрасно. Слушайте, а какое задание? Может, мы можем Россию уже сформировать? А, нет, 10 уровень технологий нужен административно. Но мы можем взять дипломатические технологии. Все хорошо. И мы можем взять, завоевать Новгород. Почти сделали земля церквей. Ага, нужно 20 церквей построить. Но это мы еще успеем. Объединить Россию. Вот, что нужно сделать, чтобы объединить Россию? А, у нас, в принципе, все земли-то для объединения России-то есть. Сейчас еще Псков присоединится. Может, Ярославль сразу. Да, а, мы можем еще выбрать цель эпохи. Цель эпохи. Но это нам не нужно. Влияние на агрессивное расширение. Вот это полезная хуйня достаточно. Но мы ее возьмем вторым. Военный налог за ноль, он намного полезнее и пригодится нам. Немножко нашу экономику спасет. Поэтому военный налог за ноль. Так, а что у нас в беспорядке? Где беспорядки? Ливонские сепаратисты. Никаких сепаратистов у нас в стране не находится. Это все чушь. Новгородские сепаратисты. А что такое? А, война долго идет. Да нет, и не идет долго война. Все жалуются? Че все жалуются? Я веду, блядь, мирную политику. Просто возвращаю все, что принадлежит мне. Слушайте, откуда у них войска-то еще остались? Я думал, я всех перебил давным-давно. Ааа, наемниками воюете. С экономикой жопы настало окончательно. Ну все, османы уже захватывают. Долго дереги. Поэтому нужно быстрее, чтобы мой вассал захватил эту крепость. Все, отлично, выводим их из войны. Нам нужны только твои деньги. 125? Да почему нет-то? Давай еще чуть-чуть согласиться. Все, 125 монет. Мне достаточно, спасибо. Блядь, литовские крестьяне. Да что же мне это нахуй не нужно? Это вообще не моя война. Это вы там что-то разбираетесь? Ох, быстрее надо мир заключать. Пиздец, еще 2000 отряда потерял. Жесть, нахуй, я теряю войска. Причем по тупости полно теряю. Все, нахуй, надо войска все отводить, блядь, подальше. Чтобы все эти восставшие на... Кто киевские? Сейчас меня крестьяне разъебали, блядь, этим отрядом. Что не так-то, блядь? Присоединяем Казань. Что, они не дадут из-за крепости или из-за чего? Блядь, ох, это золото, да? Постоянно, постоянно это золото. Вот эти липучки, ох. Мы выиграли эту осаду, все. Берем у Казани три провинции и деньги. Ну а что, ну а четыре, если можно взять так провинции? Ну а нахуй это надо, блядь? Возьмем три провинции с золотом, нам будет достаточно. Может по заданию ему надо что-то взять такое? Ага, объединить Россию, это мы сделаем. Укоротить степь. Ааа, а что мы получим? Ё-моё, мы же все претензии получим. Не-не, ребята. Мы получим халявные претензии, если возьмем эти земли. Но там же есть провинция с золотом. И выход к узбекам еще. Это еще войны, это еще провинции, это еще больше денег. Ах, я в раздумье. Но тут претензии вечные, не надо ничего фабриковать. Ладно, похуй, возьмем четыре земли, нам будет достаточно. Довоюем еще все остальное. В любом случае их экономика в жопе и так находится сейчас полной. Ааа, еще должно православие это все исповедовать. Блядь, надо было брать другие земли. А долго будет перекрещиваться это все? Блядь, еще долго будет. Кстати, можно другую икону выбрать. Но, наверное, у нас нету рекрутов и логичнее будет взять эту икону. Но авторитет патриарха тоже не хочет, чтобы падал. Потому что авторитет патриарха дает буст к увеличению перекрещивания. Бля, ребята, я в раздумьях на самом деле. Не знаю, что делать. Вообще, наверное, с Америти еще будем дружить. А мы можем вассалам им предложить? Бля, вассалам они не хотят становиться. Надо думать, друзья, как сейчас правильно поступить. С одной стороны, точно нужно отрезать Крым от Венгрии. Сто процентов. Потому что они тоже захотят эти земли себе взять. Оккупирована другой державой. Большая Орда! Большая Орда! Завершай эту войну! Нахуй она тебе вообще нужна! Возьмем эту землю, отрежем от Венгрии. Ждем, пока война закончится. И что еще нам взять? Что православие исповедует? Курск, Краков... Харьков, блядь, точнее. Так, окей, Курск, Харьков еще возьмем. Сколько у нас будет много сверх расширения. И кто обидится на это? Литва, Крым, Большая Орда, Казань. Ебать, ребята! Против меня может очень много стран поднять свои знамена. Слушайте, а долго еще ждать перемирия Большой Орды-то с Крымом? Вообще, долговато ждать-то еще перемирия. Ну, вот так вот примерно мы закончили нашу Первую Крымскую войну. Отправить требования. Че-то я чувствую против меня быть столько в Астане. Я че-то таксую. У меня армии нету, но полно денег. У меня нет административных очков, чтобы все национализировать. Ой, какой я жадный. Ой, какой я глупый. Что же делать-то? С кем друзей-то, наверное? Может, с османами подружиться? Нет, османы не захотят со мной дружить. Может, с Францией? Австрия. Давайте попробуем с Австрией закорешиться. Так, че у нас с автономией? Ой, в Астане много путей, ребята, боюсь, я боюсь. Не, наверное, Крымское восстание все-таки подавлю. В любом случае, я не избавлюсь от него. Поэтому делаем автономию даже вот так вот дерзко. Отбираем ее больше, чтобы еще сильнее восставших разозлить. Польша вступает в военную коалицию. Против нас Дания вступает в военную коалицию. Венгрия вступает в военную коалицию. Все против нас в военной коалиции. Венгрии, а ты воюешь? С Австрией нет? Вы хорошие друзья. Так, ладно, Польша хуй с ним. Польшу как-то разъебем. Кто вообще против нас в военной коалиции? Блять, а кто с Данией в соперниках? Брабан Бранденбург может стать нашим потенциальным союзником. Блин, да че у нас только три дипломата? Два дипломата, что это такое? А че, Астрахань освободилась? Ебать, ребята, Астрахань. Ладно, в принципе, пока не так уж страшно. Пока что я вижу возможность отрастить восстания все. Пока что все не так уж плохо, ладно. Бароны-грабители. Горожане не обеспокоены большим влиянием аристократии в нашем государстве. Они утверждают, что многие мелкие дворяне игнорируют законы наших земель. Так, ладно, что тут? Нет времени выяснять мелкие вопросы. Бояр, бояр, как боярам-то можно подмазаться? Нет. А у горожан можно что-то сейчас сделать? Денег им можно взять. Денег у нас полно, так что если против нас коалиционная война все-таки начнется... Так, давайте-ка распределимся тут с казаками, с нашими сословиями. Поднять казачье войско. Давайте расширим рейстр казаков. Слушайте, ну два казачьих войска. Давайте возьмем казачье войско. Какое положение дел? Сейчас объясняю. Против нас организовалась коалиция. В Венгрии меня пугает больше всего... Нет, меня больше всего Даня пугает в этой коалиции. Сколько у них войск? У Дани, потому что войск, мама, не горю сейчас. У них 19 тысяч войск, у нас 36 тысяч. Вместе с венгерским... У Венгрии столько же войск, сколько у нас, блядь! Они все-таки немножко успокоятся. Давайте, давайте попробуем получать отношения с Венгрией. Главное его вывести из этой коалиционной войны. У нас сейчас... Сколько у нас всего войск? Сколько у нас войск? Я уже нервничать, блядь, начинаю. Прекрасно, начнем опрещенную. Да, восстание надо подавить. И можно утонуть в этих восстаниях в скором времени. Икона Архангела Михаила. Потому что она даст дисциплину, возможно, войне. И скорость восстановления рекрутов. Для нас это сейчас очень важно. Так, и будем национализировать все потихоньку. Ладно. Дипломатическая репутация. Сколько у нас? Минус полтора. Блядь, ребята, плохо. Главное, вассалы все равно за нас. Вассалы все равно за нас. Слушайте, я думаю, что если что, мы сможем пережить войну. Не так уж страшно. Коррупция, блядь. В средневековом феодальных государствах коррупция была неотъемлемой частью экономической жизни. Стабильность нет. Прогресс реформ, блядь. Стабильность не хочу терять. Умер советник. Какой советник умер? Блядь, на дипломатическую... А, у нас есть зато такой на дипломатическую репутацию. Ну, ребят, живем, живем потихоньку. Большая орда вступает. А сколько у Феодора? Пять тысяч войск? Поебать, нам сейчас любые союзники пригодятся. Бля, как плохо, ребята, как плохо. Я надеюсь, получится сейчас в Фенгрии шушу-мушу и объяснить, что мы на самом деле хорошие ребята. Ладно, может, потом можно вассалам предложить. Ах, какой смысл в этом вассале? Зачем я согласился на династический брак? Бра, все, 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 все делаю не так. Так, берем военную технологию. Все, хорошо, зато мы по военным технологиям не отстаем. Можно по-хорошему пушки нанять, чуть попозже пока что не нужно этого делать. Эмиретия объявила Большой Орде войну. Это значит, что Большая Орда временна. Эмиретии мы можем союз предложить. Нормально, я что-то распоряживался. В принципе, войска у нас есть, все заебись. Большая Орда сейчас засыт, она эту войну въебет. Набег казаков. Да, мы не при делах, как всегда выбираем, мы не при делах. У нас отношения с Крым ухудшатся. Но поебай, бля, у нас, у нас враг на данный момент, вот. Ну, в смысле, так сказать, запутавшийся младший брат. Слушайте, а у нас дохерища баблишка. Надо делать деньги, надо делать хасл, мани, мани, мани. Построим мастерские. Ебать в 38 дает Дукат, 17, 13, 11. Может, храм можно где-то замутить крутой? Или мунуфактуру ебануть одну? Слушайте, а что у нас с торговлей вообще дела обстоят как? У нас, значит, в Неве сделаем торговую. И в Северном море сделаем торговый. Блядь, Нижнему Новгороду принадлежит торговый, блядь, самый главный. Василий теперь имеет черту болтун. Обнаружение иностранных шпионов минус 20%. Да поебать нам на этих шпионов. Все, Крым считается нашим национальным достоянием. Все, теперь официально. Ура, ура, ура! Кривой Рог тоже. Ура, ура, ура! Николаев, ура, ура, ура! Так, с Венгрией у нас улучшены отношения. С Данией нет смысла улучшать отношения. Они из этой петушиной коалиции не уйдут. Но вот Венгрия, Венгрия вполне себе может уйти. А что у нас коррупция повышается? А что у нас коррупция такая большая? Ну-ка, истреблять коррупцию. Никакой коррупции в стране для нас сейчас опасно. Опа, болезнь наследника. Наследник у нас хороший. Слушайте, наследник не самый плохой. Помолимся за его жизнь. 75% вероятность, что он умрет. Ага, или вызвать опытного лекаря. Наследник неплохой, откровенно говоря. Выжил, слава тебе, господи. О, господи. Не зря храмы построил. Лекарь, конечно, тоже молодец, но тут храмы затащили. Так, так, с кем Франция воюет? Швейцария, Монту и Гену и Ильеж. Давайте им проход войска. Не, я не хочу, чтобы гению захватывали всякие эти. Не-не-не, я вам не дам проход войск. Не-не-не, ребят, зачем в Швейцарии проход войск через меня? Ну ладно, похуй, проходи, конечно, Швейцария. Так, можно использовать способности. Снизить автономию. Снижаем автономию, безусловно. Автономию снизить, это важно. Так, у нас восстания какие-то. Запорожские сепаратисты, казанские сепаратисты. И восстания сейчас у нас будут, но мы их все подавим. Нагайцы объявили войну Казани, ребята. Брата-а-а-а. Агресса в... А-а-а, Казань объявила Нагайцам войну. А чего они хотят добиться? Тевтонский орден вступает. Рига вступает в военную коалицию. А что не так-то? Что не так-то, я не могу понять, бля. Почему столько военных коалиций против меня? Рига, что тебе не нравится? Ты находишься внутри наших границ. Тевтонский орден. Ну что не так, братишка? Давайте все-таки с Бранденбургом попробуем задружиться. Так, первое восстание. Ордынские сепаратисты. Окей, ордынских сепаратистов мы сейчас подавим. Бранденбург, подождите. Ебать, ребята. Вся военная коалиция просто... У меня, бля. Слушайте, а Бранденбург, ты не такой сильный на самом деле. Что за хуйня? Где миллионная армия Бранденбурга? У них 10 тысяч войск. Они вообще нам не помощники. У Бранденбурга в младших униатах упала богемия. То есть там их князек чё-то лё-лё-маля богемской там этих царицы. У царицы ребёночек зародился. Ребёночек помер. И нету возможного законного наследника. А Бранденбургский-то принцик у них там сидит. Поэтому сейчас, если мы заключим союз с Бранденбургом, а он точно заключит с нами союз, потому что у них сердечко горят. Я не знаю почему, но они нас любят. Потому что они враг врага. Они не любят и Польшу, и Литву, и Даню. Не, мы только Даню не любим. Ну ладно. Заключаем. И сейчас вся эта военная коалиция просто сметётся. Нахуй а союз-то с Эмиретией-то тогда заключил-то? Какой смысл в этом был? Не, ну я тогда думал, что у меня не будет больше союзников. Потому что у России только два союзника, армия и флот. Времена нужды. Династия Рюрикович, которая возглавляет наш благородный князь, безусловно, одна из сильнейших. Василий Третий является верным проводником их воли и продолжает править во имя славы... 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 Славы нашей династии ещё долгие годы. Но иногда великий нуждается в помощи. Усовершенствование. Нам рекруты в армию нужны. Пусть рекрутов нам пришлют. Вот это нам реально нужно. О, заебись ты ещё рекрутов. Ну и, конечно, не сшибка много, но Белоозеро нам помогло. Белоозеро. Лучший друг. Война была не то, что сшибка сложной. Типа, просто так, немножко там микроконтролить надо было. Опа, Киев объявил о независимости. Независимость гарантирует Крым. Мы нападём на Киев. Бля, ну они хорошо к нам относятся. Погодите, погодите. А мы сейчас посмотрим. Может быть, мы не будем нападать на Киев. Предложим Киеву стать нашим вассалом. А, нет, они не захотят стать вассалом. Ну не предложим, а так сказать, это... Ну вы поняли. Такой вариантик устроим. Мы через Киев будем откармливаться дальше. Польскими, литовскими землями, венгерскими землями. Просто немножко, мне кажется, сомнительна эта затея. По той причине, что у нас большая часть русинской земли захвачена. Нет, можно, конечно, вот всё вот это откормить Киеву. Нам будет, наверное, проще без агрессивного расширения играть. Ладно, я думаю, что с Киевом мы найдём общий язык, так или иначе. Василий смущает двор. Великий князь совершил сегодня абсолютно неподобающий пара ступок на глазах у всего двора и нескольких иностранных послов. Последствия будут преследовать нас ещё годы. Василий, ну что же ты делаешь, а? У нас и так, блядь, против нас пол Европы уже в военной коалиции, готовы напасть минуты на минуту. Чудо вейп. Курю царь. Паром наполняются лёгкие. Хорошо, хорошо. Вейпы выпускать теперь будем мы везде. Астрахань покидает военную коалицию против нас. А что же остальные? Налог один за 88 монет. Поебать, делаем. Оп-оп-оп, сейчас присоединится вассал. Ебать, Казань большой стала. Чего же Казань такая дерзкая? Но у Казани нет союзников. И как только перемирие кончится, мы просто захватим их за один раз. Нагайцы ступают в военную коалицию против нас. Ладно, может, Семеретий был не такой уж и недосмысленный союз. О, Псков присоединился к нашим землям, друзья. Ура, ура, ура! Когда маленькая страна оказывается... Ну, короче, я понял, все заебись, бля. Ребята, Псков в наших землях. У нас много войск, у нас много земель. У нас почти 60 тысяч войск. Хочется просто брать и обмазываться этими войсками. Ребята, как их много, как их много. Так, хорошо. Хорошо, теперь мы улучшаем отношения с Белоозером. По улучшению отношений будем присоединять их. О, можем вторую группу идей взять. Блядь, а вот какую вторую группу идей брать, я не знаю, друзья. Потому что есть несколько вариантов. Есть вариант взять оборонительные идеи. Тут, конечно, маневренность генералов, который поможет нам по огромным землям быстро ходить, поможет. Но в целом не настолько же сильно поможет. Какие еще? Есть момент с идеями влияния. Потому что, если играть через вассалов, идеи влияния самое оно. Еще у нас есть вариант качественные идеи. Но я не знаю. Я не знаю, честно сказать, какую идею брать следующую. Я подумаю. Ладно, королевство теней. Королевство Италии лишь формально состоящего империи получило ярлык королевства теней. Потому как итальянские города считают себя выше императора. Неудачи последних императоров в установлении контроля над непокорным регионом окончательно подорвали авторитет империи на Апеннинском полуострове. Теперь итальянские княжства могут только номинально считать себя членом империи. Так, я считаю, хух, блядь, крымские восстания сейчас произошли, опасно было. Мне войну объявили все эти петухи. А где, где Бранденбург? У нас же союз. Подождите, а почему Венгера-Московская карательная война? И Астрия объявила мне войну, а почему? А почему Астрия-то объявила мне войну? Ничего не понимаю. Почему, почему Бранденбург, блядь, за меня не зашел? Меня кинул Бранденбург. Он кинул меня, блядь. Мы же союз с тобой заключили. А умереть и еще восстанем вообще поебать на эту войну. Блядь, может взять еще эту технологию, чтобы вообще опережать их по технологиям, чтобы проще воевать было. Поебать, блядь, возьмем эту технологию. Восьмую, вводим военный налог. Стягиваем войска, как я понимаю. Сколько же против нас стран воюет? Еще со всех сторон. Дания, Швеция, Польша. Ой, придется еще землю отдавать. А ну-ка, перехватывай этот рижский отряд 7-тысячный на минус морали. Так, идите сюда. Бля, у ногайцев только мы. Но они Астрахани будут заняты. Окей, вся основная, короче, война сосредоточится вот в этих землях. Бля, ребята, как я не люблю эту коалицию. Ну, взял несколько земель. А что такое? Ну, это же не все земли. Я просто немножечко земель взял. Самую малость. На самом деле, денег у нас полно. Если что, возьмем займы. Что у нас со стрельцами? Стрельцов, если что, поднимем. Бояр пока не поднять, к сожалению. Но возьмем воеводу обязательно. Ага, хорошо. Возьмем еще дипломатическую помощь. Поднять казачье войско. Казачье войско нам сейчас пригодится. Ага, можно казачьих атаманов призвать, которые дадут нам военных традиций побольше. У нас еще профессионализм армии есть. Если что, можно установить через него рекрутов. Более-менее, ребят, все в порядке. Блин, против нас еще Генуя? Генуя, что ли? А что против нас так много? Я не могу понять. Блядь, почему против нас вся Европа воюет? Это... Да они же не вступали в военные коалиции против нас, да? Я, честно сказать, не понимаю, что происходит, друзья. В Крыму нападают на нас часть венгерских солдат. Ну ладно, тут Белоозеро мои вассалы разберутся с этой частью. Я думаю, что можно не беспокоиться насчет нагайцев. Ага, север. О, ребята. Ну я надеюсь, я вытащу эту войну. Очень надеюсь. Блядь, еще генерал умер. В самый, блядь, нужный момент. Ладно, хорошо, что мы икону взяли вовремя. Ладно, уничтожаем Тевтонские войска Тевтонского ордена. Блокада, блядь. Жители столицы. Пусть Кермен, Ночи, Семен, Зависят, Морской. Распределите ресурсы. Так, отходят, отходят. Нет, им нельзя давать, конечно, бой всем собранным вместе. А может, мы в Выборге их схватим? Давайте-ка соединим армию таким образом. У нас будет два тридцатитысячных отряда практически. И мы будем их потихонечку вылавливать нашими чудо-генералами. Нет, имеретия захватывает Геную. Блядь, прекрасно. Ребята, я не хочу проигрывать эту войну. Очень не хочу. Ой, как больно бьют. И сейчас еще подкрепление придет. Нет, они идут на свою верную смерть. 15-ти тысячный отряд. Так, ладно, на севере дела обстоят неплохо. Можно попробовать дать бой 24-тысячному отряду венгерцев. Слушайте, да мы ебем их. Да вы посмотрите, да это ж позор. Это ж позор, мы ебем их. Так, хорошо, ребята, отступаем. Давайте, блядь, люди русские. Мы не должны проиграть эту войну. Ни в коем случае не отдавайте земли, которые доставались нам с таким трудом. Мы не отдадим Россию, блядь. Россия, блядь, будет нахуй. А Польша хитрый, захватывает свои земли. Ну ладно, австрийское войско пошло вон отсюда. Блядь, им на помощь идет еще Тевтонское войско. Захватывать крепости. Нет, захватывать крепости в этой войне не нужно. Нужно истощить их просто военным счетом. Просто военным счетом истощить их. Ничего, просто подписать Белый мир. Ничего с них не требовать. О, Тевтонский отрядик уходит отступать. А что это такое? Это полностью уничтоженный Тевтонский отряд. Ох. Нет, они снова отступают, блядь. Идем на поляков. Наши вассалы, в принципе, делают прекрасную работу по захвату на гайцев. Слушайте, мы дохерещи войск уничтожили. Мы прекрасно воюем. Мы 62 тысячи войск уничтожили, потеряв при этом 20. Мы можем, на самом деле, профессионализм армии немножко рекрутов все поднять. Да, знаю, профессионализм армии терять не очень хорошо. Призвать крестьян. Но что поделать? Война сейчас идет тоже не самая честная, блядь. Поэтому приходит, сколько нам нужно? 10 тысяч для пополнения. У нас есть 5 тысяч. Ладно, еще воевать можно. И воевать долго, блядь, с лихвой. О, хорошо заживем после войны. Ни в коем случае тут мы ничего не отдаем. А у нас какой советник стоит? У нас на дисциплину стоит. Слушайте, у нас мощные войска. Мы должны пережить эту войну. Ага, они отступили, но сейчас они вернутся. Давайте просто попробуем заключить мир. Может быть, получится как-то заключить более-менее вменяемый мир? Чтобы не затягивать жесткую коалиционную войну против Европы. Я не хочу воевать со всей Европой. И у меня, конечно, денег много. Армии еще много. Стрельцов можно призвать. Блядь, Крым захватывает австрийцы. Нельзя дать им позволить это сделать, блядь. Мы много людей положили ради этой войны. Ни в коем случае, ребята, давите их. Мы полностью уничтожили армию. Просто в говнину, блядь. Злости не хватает. Кстати, а Литва-то не пошла против нас. Прекрасно, после этой войны пойдем сами на Литву. И смотрите, и мерейте на Агайцев еще. Ох, мочь. Так, ладно, этот отряд мы идем на Северную войну. И идем ловить вольские отряды. Айраты заключили с Нагайцами. А где Айраты-то? Мы даже Айратов не видим. Так, да, мы хотели узнать, можно ли заключить Белый мир. Белый мир заключить нельзя. А Венгрия с Францией воюет. А, это что такое? А что это такое? Подлецы Австрии, вот все вот это это. Короче, пошли на войну. Пошли войной против меня. Французы идут войной против них. Сейчас война на два фронта. Мы не просто сейчас. Я-то рассчитывал просто Белый мир подписать, да? Ну, типа, что просто никто никому ничего не должен. Но я, скорее всего, в этой войне еще земли отберу у людей. За, блядь, дерзость, нахуй, которой они посмели. Блядь, блядь, великой страны, блядь. Россия, нахуй, выступить, блядь. Сейчас всех уничтожим, блядь. Мочите их, ребята, блядь. Ого, хотите убежать, а не убежите. Для вас это финальная ловушка. Шведы, вы не хотели бы быть со мной друзьями? Тогда я поймаю вас в Пинске и уничтожу ваш отряд. Ой, а что это такое? Поляки идут вглубь моей страны, чтобы попытаться укрыться? Но у вас не получится это сделать. Семейное счастье. Вполне разумеется, что ее величество Консорт является постоянным компаньоном и хорошим советником власующего управителя. Однако, в дополнение к этой роли, Консорт также предлагает нашу корону перед домом в Венецких и наоборот. Так, можно получить советника с 50% скидкой. Давайте возьмем советника с 50% скидкой. Почему бы и нет? Пока, пока, польский адрес. Что это такое? Но вы же сами решили начать эту войну и присоединиться к коалиции. Я же вас не заставлял это делать. О, от вас ничего не осталось. А я вас догоню. Ну, догоню и буду уничтожать дальше. Нет, клоунады это пора заканчивать. Не надо этой клоунады. Давайте узнаем, можно ли с Венгрией все-таки Белый мир подписать. Потому что, тоже, конечно, войну затягивать смысла никакого нету. Это может очень мне плохо в итоге сказаться. А куда ты хочешь уйти, польский отряд? О, ты в свою крепость хочешь уйти, где мы тебя настигнем? Нет, ты хочешь уйти в другое место. А, ты, наверное, в свою столицу Краков хочешь уйти. Слушайте, ну, датские войска-то реально сосут. Слушайте, какая хорошая война. Ну, то есть, нехорошая война, она мне ничего на самом деле не даст. Кроме потери войск и уменьшения профессионализма армии. Я рад, что я в этой войне, скорее всего, ничего не потеряю. Страшная картина вот происходит здесь, дорогие друзья. Что-то я с минус моралью напал. Не-не-не, ни в коем случае нельзя им допустить это сделать. Ни в коем случае. Не-не-не-не, я не хочу терять всех. Текущие бои, а с кем текущие бои проходят-то, я не могу понять. А, морские бои. О, Феодор, слушайте, прекрасно, что Феодора я взял в итоге в союзники. Они нам очень неплохо помогли. Феодоры молодцы. Может, мы вас не будем сразу уничтожать? Немножко подождем с этим, не переживайте, Феодоры. Они нам очень помогли. Слушайте, а вообще нашу страну-то захватывают-то так-то? Слушайте, французы, вы подоспели там с войсками-то своими? Чуть-чуть осталось до Белого мира, закончим эту серию. Медь низкого качества. Блядь, еще медь низкого качества. Да что же все ударило-то в один раз? Слушайте, может, стрельцов наймем? Стоит ли оно того? Да, что-то армия-то поредили войска. Давайте-ка, тут будет серьезное сражение, я предчувствую. Все в Крым хотят войти? Нет, в Крым я не дам вам войти. Слишком много я потерял в этой Крымской войне. Я не дам вам его обратно себя отхватить. Мне похуй, блядь, буду воевать палками, нахуй. Все, в долгах, блядь, возьму. Всех буду из крестьян, блядь, из детей, из женщин делать войска. Ага, отлично, перехватик. Тут такой небольшой тысячного отряда произойдет сейчас. Не дам я вам, блядь, ничего захватить, нахуй идите. А, смотрите-ка, тут начинается концентрация войск. Хотят они, вот прямо, блядь, жаждут мои крепости захватить. Не дам я вам крепости, ничего не дам. Так, окей, здесь пройдет очень серьезное сражение. Соединяем отряды здесь и начинаем идти. Давайте у Киева попросим проход войск. Да, спасибо, Киев. Окей, идем их перехватывать. Ну, друзья, они сейчас в самом настоящем капкане будут находиться. Сейчас наша очень мощная армия. Ой, 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 не-не-не-не-не-не, подождем. Сейчас мы их возьмем в осаду, в полную засаду. Слушайте, у Венгрии уже низкое желание воевать. Можно сейчас, конечно, дать бой здесь и потерять очень много войск, набить немножко счета. Но можно заключить мир и отхватить земли. Так, во-первых, мы Воронеж обратно себе возьмем Большой Орды за ее дерзость. А может денег можно взять побольше? Слушайте, давайте денег возьмем. Слушайте, они почти на это согласны. Возьмем денег и возьмем одну провинцию. И прекрасно закончится эта война. Ну, царь, царь. В этой сеть мы захватили Крым. Мы отхватили огромное количество, ну, не огромное, ну, неплохо-то, количество земель у Нагайца. Мы разбили мощнейшую коалиционную войну против пол-Европы, против нас воевал. Пол-Европы, что они сделали? Они сказали, мы придем гей-браки вести. Мы сказали, не надо это делать. Мы сказали, Бранденбург, давай дружить. Зачем тебе, блядь, нас было кидать в войну? Зачем тебе это нужно было делать? Дружи с нами, дружи. Что он сказал? Он сказал, нет, я уйду. Что осталось? Россия одна осталась, блядь. Что она была? Феодора, Эмиретия, Белоозеро и все. Три союзника, три, блядь, три пальца показывают. И что Россия, блядь? Россия проиграла войну? Мы хоть одну провинцию потеряли в этой войне? Мы отобрали, блядь, деньги у этой подлючьей венгрицы, с которой мы пытались наладить отношения, блядь. Отобрали провинцию у Большой Орды, которая... Я тоже вступлю. Ну, блядь, все вступили, я вступлю. Я тоже хочу, блядь, воевать, тоже хочу воевать. В итоге, блядь, Россия осталась сильной. Дорогие друзья, я хочу вас попросить поставить лайки под этим роликом, оставить комментарий. В следующей серии мы обязательно завоюем оставшиеся земли Казани. У нее союз Сак-Ка-Юн-Лу. Но нас не пугает этот союз, и мир эти выступит на нашей стороне. Мы возьмем Новгород к себе обратно, мы просоединим Белоозеро, мы проведем войну с Литвой и с Киевом, сделаем его нашим вассалом, будем откармливать его этими провинциями. И нам откроется путь на Китай, на Азию. В общем, на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под этим роликом и пишите комментарии. Всем пока!